Веду разговор о пчелином яде Вот бывают алкоголики, бывают наркоманы, а бывают пчеловоды Да, вот зимой я не бываю, ну на пасеке-то я бываю, а пчелы меня как бы не жалят А мне хочется, яд за 33 года меня уже пропитал до такой степени, что не знаю Я не из потомственных пчеловодов У потомственных пчеловодов, как бы из поколения в поколение, вырабатываются уже в крови На генном уровне какие-то приспособления к невосприимчивости к пчелиному яду Вот как медведи, например, ну они как бы лучше других животных переносят пчелиное ужаление Пчелы ведь жалят куда? В глаза, в нос, где шкуры нет, где шкуры у медведя нет Так же и людей они жалят Так вот, у потомственных пчеловодов уже в крови есть антитела от этого яда У меня никаких антител не было Я когда занялся пчеловодством Одно лето я нанялся на пасе к старому пчеловоду И ходил за ним, как собачка, целое лето Так мы работали без всяких перчаток Ну, в простых белых халатах Иногда так пальцы, руки у меня изжаливали пчелы Что они становились толстые, раза в три толще, чем в обычном состоянии пальцы Я помню, в каком-то году, в девяностом, что ли, занимался я летом бетонными работами Ну, бетон это цемент Мешать раствор, носить в ведрах, там, заливать что-то Надо постоянно В перчатках, ну, тогда тоже почему-то не работали, не знаю Такая работа сырая Все вымокнет сразу Приходилось Да и в перчатках, может, работал Уже сейчас вот не так помню Но я помню, у меня ужаленные пальцы были толстые, трескались А туда набивался этот бетонный раствор И руки становились, не знаю, как кровавое месиво Ну, потом бетоном я как бы перестал часто заниматься С пчелами уже все лучше и лучше стал работать Иногда, если пчелы злые, надевал перчатки Наденешь, ну, вот эти, как его, резиновые наденешь, неудобно в них работать А что-нибудь такое, холщово наденешь Ну, пчелки позлятся, может, иногда так уйдешь Так вот, постепенно у меня стала вырабатываться зависимость от этого яда Думаю, алкоголики постоянно выпить хотят Наркоманы у колодца Или там покурить Травки какой-то А мне хочется почувствовать Разлив по телу пчелиного яда Кусают, жалятся они больно Вот если палец, так обязательно куда-то под ноготь Или между пальцами, где тонкая кожа А в губу, а в нос, а в глаз, если Иногда, вон, детей жалят У меня дочку ужалят, так Ой, больно плачут Уже сейчас большая стала, так туда Не любят на пасеку-то ходить А мне тоже больно Всем больно Любому пчеловоду больно Даже если уже кожа заскорузла до такой степени, что все по барабану Но в лицо-то, когда жалится, все равно Ох, как больно Но приятно Вот алкаши водку пьют Или спит какую-нибудь бормотуху Это неприятно Точно так же и пчеловод с ядом Вот я удивляюсь Иногда Какие-то люди рассказывают Я тоже был пчеловодом Я думаю, как можно быть пчеловодом? Бывших пчеловодов, мне кажется, не бывает Можно быть даже бывшим рыбаком Или бывшим охотником Но бывшим пчеловодом Я не знаю Некоторые, конечно, не жалятся Сейчас можно так Такие комбинезоны надеть Такие перчатки, что Тебя Это Хоть зимой лазь У нас в деревне были пчеловоды Что они мед качали зимой По морозцу Боялись пчел-то Ну Как Холодная погода Пчелы ведь Шевеляться плохо Уже они как бы В анабиозе Какое Не то уже состояние Так вот они Таскали мед И натопят Печи, бани И таскают мед По снегу Ну Садизм, конечно Как Если залезешь в гнездо Зимой Соответственно Вон Зимой Вскрой крышу И что Как Как ты жить будешь Замерзнешь Так же и пчелы Ну ничего Ну так Немножко пожили И погибли Так вот Ну меня И осы Кусали И Вот шешень Что-то Я не знаю Может и кусал Но Я как-то Не признаю Это Осы-то кусают Чего Вернее Жалят Ну Жал Жалу Вытаскиваете Улетели Вот Иногда Большое гнездо Какое-нибудь Разоряешь Там Где-то Под крышей Устраивают Иногда Такие Большие Блямбы Висят Осинные Гнезда Убираешь Одна-две Все равно Пожалят А иногда И больше Не тот Яд Понятно Меня раз Где-то На рынке Медом Торговал Пчелы Ну Где есть Пчелы А в основном Осы Прилетают На мед И вот Я Какую-то Осу Прижал Она Меня Ужалила У меня Температура Поднялась Тридцать Девять Я Дня Три Наверное Болел Как Как Я не знаю Каким-то Гриппом ОРВ Другой Я Я Даже Тогда Толком Не Разглядел Какая Меня Оса Ужалила Бывают Большие Осы Но Яд Не Очень А Может Маленько Ужалить Но У тебя Организм Может К этому Яду Невосприимчив Есть Люди Которые С огромной Аллергией Боятся Пчелиного Яда До такой Степени Что Анафилактический Шок И У нас Вот Был Такой Человек Который Умер От пчелы Его раз Ужалила Пчела Его Откачали Там Что-то Быстро Скорую Вызвали Спасли А второй Раз Ужалила Где-то Он В машине Был Далеко Уехал Ужалила Пчела Все Умер Человек Но Это Редко Так Бывает В основном Одна Две Пчелы Это Для Организма Не Очень Вот Есть Африканские Пчелы Которые В Южной Америке Там Пчелы Убийцы Они Как-то Это Их Завезли Из Африки В Южную Америку Они Там Мутировали Или Перемешались С местными И Стали Смертельными Убийцами Да Еще У них Такой Инстинкт Что Если Потревожишь Их Рой Там Или Гнездо Они Всей Семьей Набрасывается Тысячи Пчел Жалят Одного Человека Или Там Животного Человек Умирает Ну У нас Не такие Но Тоже Как бы Ничего Хорошего Пчелина Жала Зазубренная И Что Самое Интересное В этом Жале Есть Ядовитая Железа Ну Там Определенные Вещества Есть А рядом С ней Выделяются Вещества Еще другие Железы Выделяется Кислота Муравьина Иортофосфорна Представляете Дырку Сделали В тебе Туда Кислоты Брызнули И яда И какого Самочувствия Если Человек Этот яд Никогда Не Ну На себе Не Не воспринимал Не испытывал Человод Он К яду Привычное Существо Его Чем больше Жалишь Тем он Шустрее Бегает По пасеке И работает Так вот Еще В этом яде В пчелином Какие-то Грем Ароматические Такие Вещества Есть Ужалит Одна пчела Даже Вот я Сразу Чувствую Все Хорошей Работы Уже Не будет Ароматы От яда Пошли Пчелы Навострили Уши И все Они Уже Мирными Не будут С этими Пчелами Лучше В данный Момент Сделать Перерыв И Отложить Экзекуцию Их Осмотра На другое Время А уж Тем более Если забираешь Мед Ну Иногда Погода Плохая А залезть Не можешь Вот Я Часто Видел Где-то По телевизору Южные Пчеловоды Выступают Уиху Где-нибудь В Краснодарском Крае Или там На Украине Хорошая погода Лето Ну Что Люба Дорого А вон У нас 2019 19-й год Да и Предыдущие Годы Были Не лучше Ну Холодно Все лето Июль Стоит А холодно Дожди Даже и с медом Не доживут А с сахаром Тем более Так вот Если Ребята Которые Любят Себя Ну Накачивать Губы Себя Губы Толстые Сделать Шоки Как у нашего У главного То там Ботокс Или что Ну Это Токсины Ах Вот Я Я говорю Давайте Кому-нибудь Это Ботокс Это же Это же Яды Вредные Вещества Можно вообще Умереть Концы Отдать Вот Пчелоужаление Тот же Ботокс Ну Яд Понятно И больно Будет Ну Ради Красоты Можно и Потерпеть Иногда Вот Это Меня Ужалит Куда-нибудь В одну Щеку Ну Я Вон Щеки У меня Палые Иногда Думаешь О Поправился А Кво вторую Что-ли Садить Чтобы Симметрично Было Ну Вот Так Ноги У меня Довольно Таки Больные Часто Меня Подводят Спина Вечером Пчелы Стенками Может 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 Неприятно Быть Ну Спина И Вес Низ Ну Вот Двадцать Пчел Посадишь Ну Эти Как Мази Делают На основе Например Яда Пчелиного Ну Тот же Вот Змеиный Яд Еще Сильнее Пчелиный Яд Он Он Нежный Он Ласковый Он Подходит Многим Людям Ну Ну Вот Отбор Пчелиного Яда Мне Очень Не Нравится В Пчеловодных Магазинах Да и так Продаются Аппараты Электрические Под напряжением Сверху На Улей Ставят Сетку Со Стеклом И Пускают Разряд Электрического Тока Пчелы Возбуждаются Налетают На Это Стекло Садятся И Отдают Свой Яд Этому Аппарату Потом Ну Проведя Эту Шоковую Терапию На Пчелах Потом С этого Стекла Яд Соскабливает Но Так Одну Две Процедуру Сделают Такой Семьи И Семьи Кранты Ну Раньше Была Роебойная Система Еще Хуже Пчел Закуривали Когда Медагонок Не было Кое-где Сохранилось И до сих пор Вот Например В штатах На юге В южных Штатах Пчел Еще Зимой Выращивают Пакеты Отправляют На север На севере Растения Цветут Лучше И Там Экологическая Обстановка Чище Там Они Два-три Месяца Работают На медоносах Набирают Меду Их Бедных Уже В зиму Не пускают Закуривают Мед Отбирают А на следующий Год Опять Покупают Пакеты И так Вот Там Никаких Зимовников Ну Где-то Может Кто-то И Устраивают Щадящую Жизнь Для пчел Но В современных Условиях Вот Нынешняя С Девятнадцатого На Двадцатый Год Зима Была У нас Очень Скверная Пчелам Оставляют В зиму Двадцать пять А то и больше Килограмм Меда А как Они Доживут Даже С таким Количеством Меда Вот В теплую Зиму Но Они Износились За лето Лето Было Плохое Набрали Мало Им В редкой Семье Столько Меда Было Приходилось Несколько Семей Ликвидировать Вместе Сгруппировать Они Как Себя Вели Они Вели Себя Плохо И вот Перезимовали Плохо Но Пчелиный Яд Очень Сильнейший Антибиотик Вот Я Про Прополис Говорил Он Не Столько Антибиотик А Пчелиный Яд Антибиотик Дай Сюда Вон У меня Где-то Тут Написано Убивать Стрептококки Стафилококки Кишечную Палочку Туберкулез Дифтерию Чего Он Только Не Убивая Можно Пчел Использовать Во многих Направлениях Но Чем Яд У них Отбирать Уж Лучше Сходить На пасеку И Пчелками Пожалиться Ну Жалко Но И себя Жалко И пчел Жалко Но Тут Где-то Я Вот По телевизору Смотрю Иногда Этот Тимофей Баженов Как Устроен Мир Так Он Где-то О Пчеловодстве Рассказывал Там О пчелах Где-то Дикие Какие-то Пчелы И Вот Они Показывают Показывают Ужаление Пчел И Говорят Пчелинам Яде Очень Много Полезных Веществ В нем Находится Прополис Ну Как Может В яде Находиться Прополис Яд Пчелиный Прополис Это Два Совершенно Разных Продуктов И Компоненты У них Разные И все Остальное Разное Так же Вот он Этот же Тимофей Ел Там Ему Соты Дали Ну Я так Пригляделся Обычный Медовый Сот Запечатанный А ему Сказали Что Вот тут Есть Личинки Ну Может Ему Давали С личинками И он Говорит Вот Я был Это Ем Мед С личинками Вот Где Открыта Личинка Ой Это Ячейка Там Значит Пчелка Вылезла А где Закрыта Там Пчелка Еще Там Сидит И вот Я с пчелами Ем Ну Понятно Есть И такие Соты С расплодом Где Есть Личинки Есть Куколки А есть Уже Выходящая Вот Выходящая Пчела Перед тем Как выйти Из ячейки Она Сама Прогрызает Вокруг Ячейку И высовывает Свои усики Оттуда И уже Видно Что она Туда Ей Потом Пчелки Помогают Ее Оттуда Вытащат Покормят И она Дальше Ходит Да Пчелиный Яд Для Пчеловода Это Панацея Из Панацеи Многие Пчеловоды Потому И не Заканчивают Это Дело До Самого Конца Потому Что С ядом Раздаваться Пчеловод Уже Не Состояние